всем привет всем ласковый привет точнее я уже забылась что у меня такое приветствие на этом канале а сегодня я буду рисовать продолжать челлендж челлендж осенний в котором я взяла два списка тем соединила их в общем те кто смотрели предыдущие серии знают а те кто не смотрели наверное лучше вам глянуть предыдущие видео в этом плейлисте ссылка будет в описании конечно же напоминаю вам чтобы вы ставили лайки это и меня подбадривает и youtube подбадривает чтобы он рекомендовал мои видео и конечно же можете писать комментарии какие-то пожелания свои предложения потому что можно нарисовать или пройти какой-то челлендж в общем все что хотите и так сегодня у меня две темы так наверное будет во всех видео по две темы и первое это гарпия и старый город немножко расскажу вам кто такие гарпии тут сейчас на фоне я немного балуюсь и совсем не гарпию рисую просто решил оставить это видео и так гарпии произошли из мифологии древней греции представляет они из себя таких существ злобных да у меня кстати в этом видео оба существа будут далеко не дружелюбные к людям и это даже интересно учитывая какую стилистику я выбрала для рисования из прошлого видео кстати так получилось что вот какая-то немного мрачна то получилось потому что первом видео и во втором рисунке были такие больше иллюстрации иллюстрации похожие на детские книжки что-то такое милое уютное дружелюбное а вот в итоге все получается как будто я уже продолжу этот челлендж совсем другом ключе но если честно мне нравится мне и сам процесс рисования больше так нравится может быть просто те иллюстрации не мое уж не знаю как дальше пойдет но в общем пока у меня такая немного мрачнятина проявляется то это очень же уместно потому что скоро совсем хэллоуин и осенний челлендж который проходит в октябре ну мне кажется тут это вообще как раз кстати вся эта мрачнятина темнятина в общем вы поняли и так гарпия очень злобное существо которое внешне обычно изображается как женщина можно сказать но на половину женщина на половину какая-то хищная птица и у нее голова и тело женские в том числе и грудь а ноги когти крылья обычно птичьи и очень большие при этом когти которые иногда говорят что даже медные то есть вы представляете насколько это суровое создание единственное тут конечно спорный момент я даже когда начала я подготавливаться к записи звука и информацию перечитывать про гарпию я думала что я очень ошиблась но в итоге нет бывают гарпии двух видов у которых есть и руки и крылья это как у меня на картинке а есть те которые рукокрылые ну вот примерно такие наверное сюда помещу картинку и конечно же вы наверняка встречали гарпий во всяких мультиках фильмах сериалах играх конечно же в ведьмаке там есть такие представители и это очень популярный образ конечно же я тоже с ним сталкивалась и скажу даже больше что у меня получилась такая гарпия которая немного напоминает и она скорее всего даже не из гарпии но может и создатели того образа которым я вдохновлялась тоже немножко они как-то вдохновлялись гарпии в общем какая-то очень косвенные какие-то получается связи ну да ладно и это конечно же фильм ван хельсинг это мой любимый фильм связанные с какими-то фантастическими существами в детстве это просто любовь и я не знаю мне очень нравится все абсолютно все в этом фильме и конечно же образ гарпии особенно учитывая что у меня гарпия должна была быть в старом городе я подсознательно и я это даже поняла только на монтаже уже что я взяла образ вампир из этого фильма из ван хельсинг там были такие три жены графа вампиры как забыла представлять графа дракулы три жены они были очень красивые очень просто безумно красивые и еще это одежда восточная и вообще все их образы я не знаю у меня до сих пор осталось очень трепетное отношение именно к такому образу и вот эти три жены вампирши они были очень суровые и я думаю что все-таки тут проглядывается образ гарпии потому что вообще гарпия вроде как этимология слова и сам образ это персонализация разных аспектов бури я взяла эту формулировку из википедии но думаю понятно что вот буря она такая налетает она грозная суровая быстрая резкая и вот гарпии как бы олицетворяют вот эти аспекты бури и вот эти вампирши из ван хельсинга мне кажется как нельзя подходит под это описание единственное у них не было никаких крыльев или у них были крылья я уже точно не помню но они были вообще летучими мышами но не птицами но в общем у меня гарпия получилось как раз таки очень похоже на них вот эти кудрявые волосы и не очень похоже на описание самой гарпии в интернете и мифологии потому что обычно это женщины с некрасивым лицом крючковатым носом у меня совсем нос не такой получился с бородавками с серой кожей ну может быть у меня серая кожа у меня вообще черно-белое изображение как бы получается просто потом подложку из цвета наложу подложу в общем вы поняли и обычно они еще воняют очень очень много и уделено внимание вот именно тому что гарпии это прям что-то зловонное неприятное страшное убивающие я хотел сказать смертоносное даже то есть очень неприятный образ и те кто играли ведьмака например конечно же сталкивались с ними это просто какие-то чудовища у меня совсем не такая девушка получилась но мне в принципе и хотелось изобразить какую-то более человечную версию и конечно вы уже можете наблюдать что у меня какая-то идея с бабочкой зарази зародилась заразилась охот про гарпию говорю и уже сразу орту заразилась смрад этот отца ну в общем мне хотелось изобразить какой-то такой сюжете где гарпия будет раскрываться как более человечная сущность очень сложно мне приходилось с тем что придется рисовать старый город я миллион раз повторю что я не умею рисовать задники на картинках и для меня это сложно и наверное единственным образом который мне помогал это города которые обычно изображают яблок те кто играли знают те кто не играли очень рекомендую ознакомиться хотя бы если есть прохождение или просто можете арты посмотреть это очень увлекательно тем более если вы увлекаетесь творчеством смотреть арты игр всякие артбуки за милую душу мне кажется и вдохновляться и чему-то изучать ну вот я примерно такой город хотела изобразить обычно там псевдо средневековья вроде бы если честно я конечно халявничаю могла бы взять какой-то референс из интернета но что-то мне как-то вот так падлу честно было что их просто изобразила так но крыши какие-то конечно же крест потому что церковь должна быть но и так как это старый город у меня была почему-то сразу же образ и идея что это заброшенный город и что там все разваленное такое не знаю удалось ли мне передать я скажу так внешне если присматриваться мне конечно не очень удовлетворяет как я изобразила город но именно образ я думаю прослеживается вполне что это какой-то старый город с низкими домиками пыталась я такие более вытянутые крыши сделать более в готическом стиле не знаю вообще у домов такие бывают или нет высокие крыши но на артах я видела так что все в порядке еще про гарпии я хотела сказать что вообще этих существ про них в мифологии говорят что они охраняют тартар кто не знает тартар это скажем так древнегреческий ад наверно на куда были по моему титаны или кто-то короче какие-то другие существа из мифологии были туда сосланы и вот эти гарпии охраняют этот тартар чтоб никто оттуда не выбрался еще гарпии похищают людей похищают людей и еду вот что это странно или не странно не знаю а еще говорят что если гарпия налетела допустим в дом я не понимаю как она может налететь дом может быть в замок где окна какие-то открытые без стекла может они разбивают их уж не знаю тут наверно фантазию надо включать и если они дотрагивались до еды то она будет испорчена она будет вонять ну в общем я уже говорила да что почему-то вот с какими-то миазмами ассоциируются мифологии эти существа еще гарпии являются символом жадности жадности скупости ненасытности и нечистоплотности вот как раз о чем я и говорю и вообще часто гарпии именно как символ греха смертного жадности изображают и в геральдике тоже очень часто используют этот символ именно вот но нет не именно и к жадности это не относится но относится к свирепости и означает это свиреп когда спровоцирован не знаю про гарпи кстати в мифологии или в том что я читала нигде не говорила что кто-то провоцирует они просто сами по себе злобные страшные и с такими конечно встретиться никак не захочется самим в общем арт у меня получился скажем так не знаю мне даже больше город понравился потому что я вообще в первый раз такое изображаю хотя это все как-то куца как-то неясно там у меня получилось с этим задником городом но мне почему-то именно ощущение вот это вроде нравится еще понравилось как вот на лице лежит свет как будто это лунный свет озаряет хотя луна находится сзади и конечно же не может так лежать цвет но да ладно у меня тут вообще очень много косяков и я достаточно долго рисовала вот эту картинку и мне как-то даже в середине было страшно то что я ее не закончу потому что мне не очень нравилось что получается но по итогу вы увидите что в принципе вышло нормально может кому-то даже понравится и вот этот как сказать образ с бабочкой придает какой-то сюжет у меня вообще проблемы с тем чтобы изображать сюжеты но здесь в принципе мне нравится как получилось единственное еще у меня больше смущает это поза у гарпии какая получилась вообще изначально я хотела нарисовать ее на фонтане сидящей или на чем-то сидящей но получалось так что тогда я не смогла бы изобразить город на фоне но я не придумала как это изобразить поэтому получается что она просто полу сидит полу полу стоит на камне на брусчатке или как называется ну нам забыла слово это мостовая допустим же как это называется в общем просто на дороге она сидит и рассматривает эту милейшую бабочку красивую наверно кстати это не бабочка а мотылек потому что все-таки ночь ночью я бабочек не видела вот мотыльков очень даже много на эту прям я не знаю гарпия что-то такое злобное вонючее и страшное а у меня это получилось может мы это молодая гарпия которая еще не такая озлобленная и вот она познает красоту и доброту наверное этого мира даже бабочка ей доверилась значит не все с этой гарпии потеряно в общем пишите в комментариях понравилось вам этот арт или нет я в нем очень сильно сомневаюсь как уже говорила но настроение старого города мне почему-то понравилось особенно этот луна облака крыши и даже нравится как получилась дорога с гарпией очень много вопросов ну да ладно перейдем к следующему келпи и время туманов я скажу так что этот арт я рисовала с большим ажиотажем потому что и гарпия и старый город были для меня темами сложными я не знала как их изобразить а вот келпи и время туманов я вообще еще на стадии когда сводила два списка тем и я же сама распределяла какое существо будет в каком окружении я подумала что это идеально келпи и туман келпи я расскажу вам немного про него чтобы понимали хотя я думаю что вы знакомы с этим образом но может не знали как он называется потому что на самом деле я искала в интернете информацию и картинки изображения всякие где можно было бы показать пример келпи например фильмах то он не такой уж распространенный образ может быть все потому что это шотландская мифология то есть греческая мифология очень распространена по сравнению шотландской допустим но я уже много-много лет иногда редко натыкаюсь на образ келпи где бы то ни было вот обычно она бывает в играх но я вам скажу самый-самый популярный наверное образ который вы могли видеть особенно если вы фанаты или просто любители вселенной гарри поттера то конечно же вы с келпи встречались келпи был в фильме фантастические твари и где они обитают и мы увидели даже в первом фильме это очень там большой я бы сказала яркий образ который наверняка вы запомнили если смотрели этот фильм кто же такой келпи келпи это водяной дух который изображается в виде лошади и водится он конечно же возле воды или в воде этот дух злобный да также как и гарпи я уже говорила что будет два злобных духа он обычно находится в состоянии в образе лошади но вообще келпи это оборотень который может принимать образ молодого парня с клокоченными волосами также может принимать образ девушки которая где-то на берегу сидит обычно на ней зеленое платье которое надето на изнанку я такого образа не встречала может быть и я не знала но встречала в общем обычно чаще всего это лошадь черного цвета и редко еще встречаются описание с с белым окрасом я конечно же выбрала классическую версию и еще у келпи бывают рога и даже говорят что это больше смесь лошади и быка и даже там этимология слова я точно не помню оно как-то связано с бычком можно ребенком может быть просто в языке из которого пошло это понятие это примерно одинаковые значения я не знаю я конечно же решила этот элемент очень интересный в виде рогов добавить к себе в рисунок потому что думаю это будет больше отличать вот это существо которое я изображаю келпи от обычной лошади которая стоит в воде и я в ее привычной среде обитания изображаю келпи или его не знаю мне кажется это конь и и он стоит где-то в озере или в каком-то водоеме в общем спереди вы можете видеть тростник или травку и туман мне было очень интересно как я буду изображать туман я не рисовала такого и мне захотелось конечно же его гриву которая обычно кстати бывает в виде водорослей очень частый элемент добавляют в арты это водоросли в виде на поверхности коня или лошади то есть где-то среди шерсти и в гриве и мне захотелось такой образ создать как будто туман нет его грива переходит в туман или может быть как-то вообще связаны его грива с туманом в общем ну в итоге мне удастся вы еще посмотрите еще хотела добавить что отличить келпи можно по тому что у него копыта растут задом наперед это такой элемент к по которому можно отличить обычную лошадь от келпи а зачем нам ее отличать а потому что как я уже говорила келпи это злостный дух достаточно часто бывает агрессивный к людям и вот что он делает он стоит возле водоема или вот как у меня в воде и всем своим видом он как будто бы приглашает путника залезть к нему на спину прокатиться уж не знаю может он как-то околдовывает людей ну так в описании и было что он именно приглашает покататься на нем но в итоге если человек садится на него то он тут же прыгает в воду человек весь мокрый я думаю что даже может захлебнуться хотя такой информации я не встречала а конь исчезает просто и вот где я видела келпи в последний раз я видела его в игре год оф вар второй части но не второе получается это пятая часть в общем вот в этом год оф варе и когда к ведьмам отправлялись нас ждал возле озера келпи и он нас прокатил на себе мне очень нравится эта сцена я к сожалению не смогла найти никаких гифок но изображение просто этого келпи вам сюда поставлю еще кто помнит кто такой же не очень подросток не точно не подросток и не очень молод ну хотя конечно мы все в душе молоды может помнить такой фильм как братья грим я вот ван хельсинг и братья грим у меня где-то вот на одной полочке моей ностальгии лежит и там был такой образ лошадь которая паутины замотала ребенка и проглотила и в своем огромном животе его увезла куда-то в лес я не знаю точно не нашла никакой информации образ чего это был но мне кажется вполне может быть что это как-то связано с келпи хотя может это какой-то другой дух если кто-то знает может написать хотя я сомневаюсь что найдутся такие знатоки потому что образы очень похожи а информацию я никакую по этому не нашла но будет очень любопытно узнать если кто-то вдруг знает еще келпи может растягиваться на какую угодно длину и когда я читала описание перед тем как рисовать меня это очень соблазнило знаете почему потому что тогда это образ был бы очень похож на какого-нибудь водяного или китайского дракона или корейского в общем азиатского дракона и вот например в фантастических тварях он очень длинный по моему еще и находила что в зельде был келпи я не знаю это фейк там или нет но просто гифку когда я искала я нашла там келпи в общем вот такая длиннющая лошадь дракон больше похож у которого по всему телу водоросли растут и это частый элемент и кстати если вдруг вам встретиться какой-то молодой человек с клокоченными волосами или девушка в зеленом платье наизнанку то можно отличить и точно понять что это келпи по ракушкам или водорослям волосам еще келпи светятся глаза ну вообще там два варианта либо они светятся либо они полны слез я решила изобразить конечно же светящиеся глаза так как лошадь у меня полностью черные вообще я когда рисовала мне очень понравился процесс этот образ он настолько сильный мне кажется лошадь вода какой-то злобность в общем мне очень понравилось и я кстати когда искала вот информацию и картинки для вас я нашла очень большое количество артов с келпи но соглашусь очень красивый образ которым можно разыграться учитывая что очень много вариаций того как он может выглядеть что это то ли бык то ли лошадь рога не рога в общем очень интересно я наверное мне западет душу этот образ и я еще не раз к нему вернусь при рисовании также если вы все-таки решили приручить келпи а да есть такие варианты и даже инструкции в интернете что нужно там как-то особым образом подойти накинуть уздечку ему на морду или куда-то мы их накидывают а еще это нужно делать зимой потому что вроде как зимой они менее активны и меньше сопротивляться что ли будут то вот нужно соблюдать эти всякие инструкции я не знаю для кого это пишут келпи это все-таки мифология но хотя точно раньше люди верили в мифы как что-то существующее но вряд ли это кому-нибудь когда-нибудь пригодилось может быть это было предостережение просто что если вы нашли лошадь и решили ее захомутать то нужно делать так то так то и может быть это какие-то универсальные инструкции и конечно же как многие мифы келпи служила больше как предостережение которым пользовались родители матери 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 для детей чтобы те не играли близко с водой потому что вдруг их утащит келпи но на самом деле мы понимаем же что рядом с водой водоемами вообще опасно просто детям играть понятно что проследить за каждым движением ребенка невозможно но предупредить а уж тем более как раньше да я думаю и сейчас напугать будет не лишним чтобы просто ребенок вел себя очень осторожно насчет рисунка и окружение в котором нарисовал думаю тут говорить нечего вот насчет туманов я все время буду конверного в своих роликах и критиковать и хвалить себя ну как есть так есть не знаю получился ли у меня туман у меня даже немного знаете такое ассоциация вот насчет гривы и этих облаков как будто тут даже присутствует какой-то образ грозы у меня в лошади или он таким получался в процессе рисования мне в общем то нравится у меня вообще я не рисую ничего мрачного обычно просто не справляюсь с этим хотя это интересный опыт и я не знаю не могу ничего обещать будут ли мои следующие недели такими же какой-то мрачнятиной или я вернусь к тому стилю который был в первых двух рисунках какой-то более милый и осенний даже не знаю в общем как пойдет пока мне все нравится получается рисовать достаточно легко мне очень нравится пользоваться этой кистью мне очень нравится рисовать черным цветом одним а потом просто делать подложку и вносить какие-то нюансы уже потом цветом поверх в общем мне просто нравится процесс рисования знаете как будто я могу не думать о том а какой кистью это нарисовать а каким цветом у меня это достаточно много моей оперативной памяти занимает в голове а вот именно такое сочетание кисти и цветом мне может дать расслабиться и у меня тогда включается воображение не знаю что с собой делать это так же как вот задний город и я не знала как нарисовать и это одновременно вроде как моя лень а с другой стороны а может мне это и не надо может это просто не мое вот некоторые рисуют например анималисты они рисуют животных наверняка они развиваются и в других тоже направлениях рисование что-то другое рисуют но специализируются они на животных я конечно ни на чем не специализируюсь хотя может быть хотелось бы такое найти это знаете как с поиском собственного стиля мне например нравится рисовать портреты животных и я даже даже продавала портреты животных и мне это очень нравится и процесс и у меня нравятся животные сами по себе я считаю это очень красивым и у меня это удаётся моя ли это специализация или стиль да фиг его знает я не знаю мне кажется я в поиске буду находиться почти всю свою жизнь хотя с другой стороны мне кажется те кто находят свою стезю а они потом очень просто как сказать развиваются в плане бизнеса может быть потому что короче это очень длинная большая тема я пока не готова насчет нее рассуждать это нужно посидеть подумать но я думаю многие меня понимают в общем тут больше такой челлендж для меня для того чтобы я расслабилась и наконец-то расправила свое воображение с которым у меня вообще очень большие проблемы как будто в последнее время знаете когда хочется сесть порисовать а не знаю что боишься обмарать бумагу в общем про арт кризис и вот эта тема у меня уже была освещена на канале я не нахожусь в таком кризисе но все-таки хочется знаете отпустить себя и просто наслаждаться процессом и вот как раз таки сейчас когда я перешла на такой стиль в этом челлендже с этим у меня все в порядке очень даже интересно что получится в конце на это не часто бывает в в моих рисунках вот например с валькирии у меня что-то все не так пошло это было больше знаете такое автоматизм какой-то что нужно закончить нужно закончить не очень нравится процесс не очень нравится результат а вот тут прям у меня душа отдыхала и пела и радовалась я надеюсь вам тоже понравились мои рисунки если нет тоже можете написать ничего страшного какие-то косяки я буду рада любому общению и конечно же заходите в наш телеграм-канал ссылка будет в описании почему-то никто туда не заходит а там есть и новости и по игровому каналу и по творческому плюс какие-то внутрики и есть чат сообщением отдельный вы можете не быть не подписан на канал на состоять чате и наоборот в общем как вам удобно и конечно же не забывайте про игровой канал сейчас там очень атмосферная начнется игра буквально завтра река может быть вы слышали может быть вы видели она от российских разработчиков по моему и ну точно не помню но там точно будет славянская мифология и атмосфера осени очень рекомендую заходите не забывайте подписывайтесь я буду всем очень рада а а вот такие у меня рисунки получились надеюсь все было полезно или хотя бы чуть-чуть интересно в общем всем спасибо за просмотр и всем пока а а